привет всем дорогие друзья привет сегодня мы с дианой решили сделать такое видео которое вот как бы будет называться как же укладывается турецкий язык в голове у дианы диана изучает турецкий язык у нас есть видео о том как мы изучаем его но сейчас диана расскажет сложно это или легко как сказать вполне нормально я не могу определить сложно или легко запоминаются они слова там когда вам дети что-то говорят я смотрю в словаре там она запомнилась там не запомнилась сам когда какие-то слышал вот ну когда мама там мерзком-то общается с мужем на тарелецком я не знаю что я кстати почти все понимает и когда я постоянно спрашиваю мамы и многие с них и потом типа запоминаю но в школе мнение эти слов кто не особо пригождаются которые я стараюсь спрашивать детей вопросы да сочтение идет все предложения да вот эти вот глаголах есть там окончание домах мах над их типа отсекательным вместо там не вставить я ты она аффиксы до личные аффиксы ну вот диан скажи это вот лично для меня как бы да но сейчас или уже немножко адаптируешься а вот лично для меня вот мне нужно в голове отсечь вот этот аффикс где-то там голове взять нужный аффикс его присоединить а потом еще и произнести это слово вот для меня лично это было вот поначалу но это было на на самое сложное это просто безумно сложно как тебе сложно ли вот язык и турецкий язык такой как он называется по-другому до липучка он цепляет отсек это отсекла и он цепляет на себя сзади эти аффиксы для тебя как это эта система такая языка не знаю я никогда не задумывалась поэтому сказать такого ничего не могу сложно или просто но я тоже так как ты делаешь очевидно что ты забираешь сначала частиц но как по мне я сразу беру как бы глагол без уже макмэка и добавляю к нему тоже мне надо ну понятно где что его берешь без макмэка ты его знаешь без макмэка сразу ну я как бы знаю глагол я знаю этот глагол да и я представляю его без него у тебя отсекаешь прибавляешь присуешь там липуешь и я не знаю прилепляешь на это все это просто даже не задумалась никогда об этом потому что вот он все так сложно цеплять цеплять не знаю я не думаю в этом вот всем как-то все проще надо воспринимать ну например давайте возьмем сравнение два языка до английский и турецкий их мир нужно одинаково ну в принципе как одинаково тоже также как английский так и турецкий знаю не очень так хорошо да английский чем-то идет проще потому что там не надо цеплять это вот к глаголам получается вот эти вот цеплять аффиксы да как это не только глаголом заметь не только глаголом и прилагательными существительным ко всему цепляются аффиксы хорошо не надо вот ко всему цеплять аффиксы да там получается ну каждом есть свои например прикол потому что существительных перед ними цепляется а либо же да потому что ну потому что он почему честно признаться что он цепляется такой прикол за этом у них впереди становится или вот например и внешняя пусть это конечно и порочная для женщины все таки мне не нравится ну то что вот здесь в туристском языке нету как у нас он она она не все подразумевается под одним то есть нам не да не очень нравится вам улицам как бы если типа хищи и да как бы и у нас есть а у них нет и мне это вообще прям непривычно мне сам нравится зато это очень удобно это очень удобно не красиво ну да получается что всегда как бы до девочка куда ты пошел тогда ну зато это как бы я считаю что это проще ну так хорошо а теперь ты можешь провести именно вот эти параллели и сказать что и реально да допустим турецкий проще запоминается либо же английский проще тебе дается я просто повторяю то что я когда-нибудь изучила я английский нормально не знаю просто потому что я постоянно бегала по школам и вы знаете ну в каждой школе идет свой английский и вообще свое все понимаете в какой-то школе был там слабое изучение какой-то сильный и ты получит это дальше идет такие вот ночамки какие-то вот все куски вот этих вот знаний по английскому да конечно английский возможно проще из-за того что там не цеплять этот акций ко всем словам надо их цеплять да как по мне намного проще ты не заворачивайся по поводу этого просто говоришь да то есть тут можно как бы типа впереди говоришь я и надо еще после например этого глагола ставить я вот это вот в конце там к нему цеплять и можно просто не говорить я в глаголу противить я все пойму ну это неудобно ну да это дело привычки в том-то и этаж и есть тюркские языки тюркские совершенно другая структура совершенно вот языка я и может типа итог да что ли как это назвать я изучаю уже турецкий ну три месяца так как 3-4 так я хожу столько в школу и прогрессов ну пожалуй прогрессы только в том что говорить я стала говорить в но понимать я не особо лучше стало да конечно стала понимать на ней все таки лучший конечно хочется большего это естественно конечно хочется большего на улицах очень тяжело речь воспринимается но я думаю что это дело времени да о диан такой вопрос вот смотри да вот тебе в школе да вот смотри теперь ты уже приблизительно знаешь и турецкий и английский да вот в школе вот тебя спросили скажем так диана вот у нас изучает в школе язык либо английский либо турецкий какой бы ты выбрала английский почему почему как не знаю почему я просто сомневаюсь с тем как английский идет сейчас тут пока и какой-то турецкий и как по мне английский проще потому что турецкий господи то очень на всякий там схемы ну я как бы так вот учу да вот эти вот самые ну схемы то есть это правило идет по турецкому и сами языку и поэтому немножко их не понимаю еще надо мне учительница по турецкому дала вот такие вот прекрасные три учебничка за получается идет второй класс второй простите третий и вот четвертый класс учебника она не дала что типа я их дома изучала проходила ну прохожу я их уже не так уж быстро да в этом учебнике лежит мнение вот эта штучка в которой идет диск сейчас то есть что-то в ней внутри я не знаю что-то не смотрела вот ну это по-моему даже диско будет слушать типа что там говорят ну по-английскому а это же такая есть фигня вот такой вот в этом учебнике вот второй да класс идет тут изучают темы разные тут в этих учебниках идет полные азы грамматики то есть то что и вот из чего состоят первое что-то было вот сама моя первая тема которая уже сделала все приводила идет на йорр на глаголы на йорр время время на йорр что-то приводила получается там сейчас подождите покажу сомневая тема идет в начале вот так это выглядит то есть сама тема пишется и вот здесь описаны все шесть параграфов с темами раз мы видим там они все рассказываются правила по этим темам да здесь есть все правила вот поэтому сейчас шестом классе они уже на этом не останавливается так как на всех этих правилах так как эти правила все были выучены именно в начальной школе да в начальной третий класс тут что-то тоже есть третий класс так понимаете по идее посложнее ну чуть чуть посложнее я так понимаю что вот это вот начальная школа в турецкой школе это где-то вот приблизительно уровень изучения турецкого языка где-то уровень а1 да ну может быть начало что там а2 ну все понятно да то есть и теперь мы добавили к как раньше у нас были и было видео дадим где мы рассказываем как мы изучаем турецкий язык для плюс ко всему теперь после уроков где она еще садится и работает по учебникам вот по этим учебникам то есть данный момент мы работаем за покупку какой как класс учебнику в товаре ой самый простой да сейчас мы работаем по второму учебнику по второму классу ладно подойдем наконец к концу идем турецкий язык в моей голове садится медленно но в конце концов уверенно так уверенно так что думаю в будущем я буду точно знать я думаю да еще полгодика и будешь по крайней мере хотя бы легко и просто формулировать такие несложные предложения да спасибо диан большое я желаю тебе успехов и себе тоже и вам дорогие зрители ваших начинаниях всем спасибо за внимание всем пока 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 пока